Правда, чаще всего, конечно, в авариях виноваты сами автомобилисты. Вдобавок, инспекторы ГИБДД приводят любопытную статистику. Все чаще именно представительницы прекрасного пола нарушают правила дорожного движения, а порой и откровенно хамят на проезжей части. Так ли это на самом деле, сегодня решила выяснить наша съемочная группа. Видеоотчет с очередного выезда в рамках нашей рубрики «Автохам». Далее в программе. По статистике, каждый третий иркутский водитель – женщина. Только за прошлый год число аварий с участием представительницы прекрасного пола возросло почти в два раза. Чтобы узнать, нарушают ли женщины правила дорожного движения чаще мужчин, сегодня наша команда по борьбе с «Автохамами» проведет рейд. Наш путь лежит в центре Иркутска. Там большое количество различных салонов красоты и бутиков. Именно в них чаще всего бывают девушки. Эта тактика срабатывает. Уже на подъезде к центральным улицам в поле зрения инспектора ГИБДД Андрея Кабанова попадает этот автомобиль, водитель которого дважды нарушил правила. Водитель Мерседеса, девушка, управляет автомобилем без включенного ближнего света фар. Согласно правилам дорожного движения, фары должны быть включены. При включении желтого сигнала светофора, водитель Мерседеса должен был снизить скорость и остановиться у стоп-линии. Однако девушка, наоборот, добавила газу. Добавить скорости на Карла Маркса вряд ли получится, ведь пробки здесь – частое явление. В основном заторы происходят из-за таких водителей, которые неправильно паркуют автомобили. В этом случае правила нарушила также девушка. При выезде на Ленина наш регистратор фиксирует еще одну нарушительницу, хоть она была и не за рулем. Мужчины стояли, а девушка перешла дорогу. На территории города Иркутска имеются уже пять погибших, все они были пешеходами. И люди не заботятся о своем здоровье, о своей жизни, нарушают правила дорожного движения и переходят на запрещающий сигнал светофора. Выявить грубых нарушителей во время рейда сегодня не удалось. Тем не менее, чаще всего именно женщины перевозят детей без удерживающего устройства. Это подтверждает результаты последних рейдов ГИБДД. В других нарушениях пол водителя значения не имел. И нарушают в равной степени, что те, что другие, также управляют в нетрезвом состоянии, также проезжают на запрещающий сигнал светофора, что является грубыми нарушениями, которые приводят к тяжким последствиям в результате дорожного транспортных происшествий. Итог нашего рейда. Женщины-нарушители попадались нам каждые пять минут. Впрочем, с таким же интервалом в свое время нам попадались нарушители и среди мужчин. Павел Марчуков, Михаил Глызин. Новости по будням. Вступить в ряды борцов с автохамами на региональных магистралях может каждый. Для этого нужно лишь прислать видеозапись неуважительного поведения автомобилистов на дороге. Сегодня мы покажем запись, которую прислал нам иркутянин Егор Василевский. Если у вас есть подобные или еще более яркие примеры хамства на дороге, присылайте видео на нашу электронную почту. Самые яркие кадры покажем в программе «Новости по будням». Продолжение следует...